Привет, братво! Более трех месяцев мы вместе с вами не выходили на рыбалку. К сожалению, у нас такие настали времена, что не до рыбалки воюем. Так сказать, с соседским народом Россия. Это очень печальные обстоятельства, много погибших, как с одной стороны, так и с другой стороны. Одним словом, мы с братанами, одноклассниками, конечно, согласен. В первые дни, так сказать, был невеликий шок, непонятно, что до чего не только півтори настраивались. Потом, так сказать, взяли себе в руки и начали по чуть-чуть помогать. Чем могли, тем помогали. Кто-то за границей собирал деньги, кто-то тут, кто-то перевозил один товар с другого. Руслан, нам тут налево. В общем, помогали, чем могли нашим. Те, кто близко проживает недалеко от нас, это Слобода, Черкасин. Те, что осталось, не передавали. Мы выставляли пости в Facebook. И вот после такого поста мы познакомились с одной интересной девочкой. Даша. Вона с 2014 года помогает еще от АТО, и переселенцям, и АТОшникам помогала. И вот сейчас она помогает в самых-самых горячих точках. Предлагаю вам одну минутку подивиться. Ей відео до нее приезжало телебачення из Черкас, зйомки велись. Одним словом, мы ее знаем. Не так давно с пацанами, но ей доверяем, как соби, можно так сказать. Предлагаю вашему вниманию этот видеоролик. И дальше продолжим. Сейчас мы до ней приближаемся. Мы собрали тут закатки, олії, сель, и хлеб, и пряники, и картошка. Все, олія, это у нас для выпечки. Это все благодаря нашим небайдужим людям. Мне вот сейчас пишут, что привет, ты собираешь помощь, что тебе нужно? Таких визитов в мой двор может быть 5-7 раз. Я помогаю військовым из Черкасщины. И они уже потом делятся для других військовых, те, что дальше, там, где происходят бои. Моя история, я, на жаль, також маю вводу ДЦП, но я никогда не знаю. Я не ходила, да, я пройшла 5 операций, сотни реабилітацій. И я просто на своєму досвіді побачила, что немає неможливого. И мне також очень много людей, односельцев, волонтеров. Вона всегда хотела кому-то допомогать. А мы, как батьки, стараемся ей допомогать. А вона у меня была ученицей какого-то. Мне хочется допомогти, потому что я знаю, что если мы не допоможем простые люди, то, на жаль, не допоможе никто. Регіна, вот мы лепили пирожки, и сейчас будем вирушать додому и збирать, там, передивляться, что у нас есть, чего нет, и збирать речи для наших хлопців. Все, все, все мы спаковываем. Ось перемещаем пакетами різными, чтобы оно не побило, чтобы доехало все ціле. Ось и наши хлопки будут рады и счастливы в этом. Это приклад для повноценности и здоровой люди, что просто неможливого нет. Можливо все. Головное, мати бажание. Просто, чтобы людям было приятно и становилось лучше. Заметили, девочка молоденькая, но помогает, как может, старается. И все свое свободное время удаляет помощи нуждающимся. Началась велика волна війни с боку Росії, агрессии на Украину. Дуже много ранених и потребуют наши друзи певної поддержки. Одно из таких очень сильно потребует водяй Дарья. Они никому не доверяют и сами своей машиной ездят туда, в те самые горячие точки, куда никто не берется ездить. Поэтому им мы почти уже набирали на два бронежилета четвертого класса. Чтобы, не дай бог, они не поранились и вернулись здоровыми и доставили той груз, который нужно. Даша, привет! Доброго дня! Братва, знакомьтесь. Даша, за которую я вам только что рассказывал. Скажи нам для начала, кто ты и как ты? Меня зовут Галушка Дарина, мне 19 лет. В целом я начала заниматься волонтерством с 12 лет. Первый сбор я закрыла на 10 тысяч долларов. Я помогаю как детям, так и взрослым, и онкохворим, и много кому. Так, как сейчас началась война, я начала помогать нашим воиноватым на Сходе. Даша, расскажи, пожалуйста, сколько воиноватым ты сейчас помогаешь и в какие точки, если это можно сказать? Я помогаю сейчас в моей бригаде из тех, что осталось 36 подопечных. Донецкая область, на жаль, большее сказать не могу, потому что понимаете сами, какая ситуация в стране. Ось, это проверены хлопцы, я передаю им лично, с руки в руки. Да, конечно, страшно, тяжело ездить, но, вы понимаете, если каждый из нас будет бояться, то наши хлопцы просто не выживут, и они не смогут без нашей помощи. В чем они, от, вы туда ездите, я уже рассказал, что нужно два бронежилета, а в чем сейчас потребуют хлопцы нашей помощи? Ну, сейчас наши хлопцы потребуют летние берцы, формы. О, мы недавно, пару дней назад закупили три комплекта. Одна форма стоит 1400, но вы сами понимаете. Ось, мы витратили 4200, так же мы заказали 5 носилок, потому что очень много раненых, и нужно их на чему-то переносить. Ось, мы витратили майже 10 тысяч гривен, и это так, мы не купили ничего. Дай Боже, трешки після 9 травня наладится связок, и наш медик моих хлопцов даст нам список, что нужно купить леков. Ну, взагалом, мы закупляем там много знеболючих бинтей, там, ось таке. Ну, идут очень большие суммы. Например, ось, перед последний раз мы закупили майже на 10 тысяч гривен, и это так, ну, найнеобходнейшее. Ну, и вы сами понимаете, да, что столько ранений, много очень бейцов, и что, ну, 10 тысяч гривен – это лишь капля в море, а суммы нужны большие. Например, одни берцы, ось я вчера замовила, коштуют 1800. И таких берц мы уже закупили очень много, а так, как наши хлопцы живут по посадках, по лесах, они в этом одязи и спят, и едят, тобто, им не надо ни постираться, ни помиться толком. Тому это все очень взносится, и мы каждый раз, когда едем до них, там, раз в два недели, да, мы стараемся хоть трохи, там, пять человек там форми купить, потім на наступный раз еще пять человек, потому что, ну, ну, если сразу на всех 36 закуплять, ну, это очень много нужно, ось. А скажи, по поводу ежи, чи есть какая-то крайняя необходимость? Так, конечно, есть. Например, мы вот привозили помощь, она доехала, дай Боже, слава, 4 травня, ехала два дня, конечно, есть, потому что, если бы не мы, я бы не знаю, как там хлопцы жили, туди мало хто хоче ездить, и то им хоть как было более-менее нормальная ситуация, привозили щось хоть раз в сутки там, что біля них недалеко готували. А зараз там таки потужні обстріли, наступи идуть, что оце те, что мы им передали, мы им передали, и че вона, ось я дома знайшла, и сковородку купили, и картопли, и круп там, и рис, и макароны, ну, то есть все, что есть, чтобы они что-нибудь смогли себе сварить там на костре. Братва, те, кто живет в Черкасе, в Слободахе, в Удяке, Олеське, много из вас тоже смотрятся, я оставлю контактный телефон Даши, если у вас есть что-то лишнее с такой едой, и вы готовы поделиться, або там какие-то кухонные принады, вы можете с ней связаться? Да, мы так вот и чашки им купили, и ложки, и все, и на это все необходимы, и финансы, то есть вы сами понимаете? Да, то есть что у вас есть в хорошем состоянии, более-менее вы можете поделиться, я думаю, это вообще будет супер, на это не будет витрачаться деньги, а деньги будут там на медикаменты, або на военную амуницию. Через тут у вас всех великое прохание, вы знаете, я никогда, сколько я ввел блог, свои четыре года я этого посвятил, ни разу я не оставил номеров карточек под видео, я в допомоге ничем не нуждаюсь, а сами помогаем, чем можем. Ну, на данном разе, такий поворот событий произошел, что очень сильно нужна помощь нашим бойцам, и от вас зависит эта помощь. Не просим от вас много, кто сколько может, и вместе мы это сделаем. Спасибо всем. Даша, спасибо всем. И вам всем спасибо. Всем спасибо. Я сподіваюся на допомогу небайдужих людей. Гарантую всі фотозвіти на своїй сторинці у Фейсбуці та в Инстаграмі. А потім знімемо відео. Да, я обовязково все покажу, что я куплю, что у меня есть. Дякую всім. Слава Україні. Героям слава. Перемога не за горами. Ми дякуємо Даші. Їдемо. Рибалка. Не знаю, коли буде. У мене є один відеоролик. Ну, коли вилажу, не знаю. Все, друзья. Всем пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok